Как себя чувствуете? Хорошо, чувствую себя нормально. За самочувствием Антонины Гузик и ее супруга Вячеслава Гавриловича, врач Южного Взморья, следит каждый день. В санатории супруги отдыхают уже больше недели. Проходят оздоровительные процедуры, стараются чаще гулять. Рассказывают, за 65 лет совместной жизни приходилось больше работать, нежели отдыхать. Ведь детство и молодость выпали на военные годы. Антонина Сергеевна и Виктор Гаврилович – труженики тыла. С 42-го еще будучи детьми работали на полях Кубани, но и это не спасало от голода. Такого внимания в преддверии 70-летия победы не ожидали, признаются супруги. Сегодня стараются наслаждаться каждым днем, проведенным в санатории. Это не то слово, что хорошее, это отлично. Мы не ожидали, просто не ожидали, что нам выпадет вот такая вот. Претензий нету никаких, никому. Мы не знаем ни за границей, ни лучшей санаторией. Нам все нравится, нам все как раз. Путевки на здоровление труженики тыла «Гузик» получили абсолютно бесплатно. Такой же подарок ждет еще почти 600 сочинских ветеранов и участников Великой Отечественной. Идею главы города Анатолия Пахомова активно поддержали практически все городские санатории-здравницы. Говорят, дело чести. Мы сельские хотим поддержать небольшую, ту оставшуюся часть этих замечательных людей. Это дело чести каждого предприятия, каждого сочинца поддержать наших ветеранов. Детали программы организации отдыха ветеранов обсуждали на специальном совещании. Анатолий Пахомов отметил, важно не просто бесплатно разместить участников войны в местных санаториях. В первую очередь им необходимо оздоровление и лечение. К самому празднику мы готовимся серьезно. Но самое главное до праздника – это внимательное отношение к этим нашим категориям граждан. То есть к нашим ветеранам. Дай квартиры отремонтировать, могилки подправить, оздоровить кого можно оздоровить. То есть там не просто, если вы их возьмете, то к ним должно быть и внимательнейшее отношение. В преддверии большого праздника необходимую помощь должны получить все ветераны войны и друженики тыла, подчеркнул глава города. В том числе нужно помочь с ремонтом квартир. Их около 800. К слову, собственным жильем в Сочи уже обеспечены все ветераны Великой Отечественной.